Всем привет, друзья мои! Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео я записываю совместно с великолепной блогершей из Алматы, Казахстан. Ее зовут Айжан, и она ведет свой канал на YouTube, который называется Style on Hills. Девушка очень интересная, яркая, и у нее очень классное видео на тему ухода за собой, косметики и стиля. Она сегодня также снимает видео о своих фаворитах лета, как и я, поэтому, если вам интересно, переходите по ссылке на ее канал и на ее видео будет в описании. Давайте перейдем к моим фаворитам лета, к моим любимчикам, все, что я полюбила за это лето. К сожалению, она все уже постепенно сходит на нет, у нас уже желтые листочки повсюду валяются, и прохлада на улице плюс 20 где-то. Но на самом деле меня это никогда не огорчает, потому что обычно к этому времени я уже успеваю устать от жары. Давайте начнем, как всегда, с бьюти и с уходовой косметики. Этим летом я прям подсела на эту умывалку, я ее уже показывала в видео «Собирайся со мной, мое утро». Это умывалка от Клиник, жидкое мыло для лица. Чем она мне понравилась? Она прям умывает до скрипа, очень приятно пахнет, очень у него такая приятная водянистая структура. Я до этого всегда пользовалась корейскими умывалками, но они такие больше как кремообразные, такие густые. Это же больше жидкое, и мне этим она очень понравилась, ей очень легко пользоваться, отлично стирает макияж. Конечно, не так, чтобы потом лечь спать, все равно нужно протереть чем-то лицо. Не скажу, что она делает какие-то чудеса с кожей, после нее кожа довольно-таки мягкая, ухоженная, но каких-то чудес не происходит, она просто сама по себе, ее текстура и ее запах сам по себе очень приятный. Именно поэтому я смело могу ее порекомендовать. Как я уже говорила, после нее я прохожусь по лицу мицеллярной водой, и мне буквально в начале лета прислали вот такую мицеллярную воду, и вот посмотрите, сколько от нее осталось. Это говорит о том, что она мне очень-очень-очень сильно понравилась, и я собираюсь прикупить себе еще одну. Она достаточно большого объема, намного больше, чем обычно мы привыкли видеть мицеллярную воду. Это чистая линия, фитотерапия, красивая кожа, алоэ вера. Я не знаю, может быть, у них есть еще какие-то другие ароматы, запахи, но мне именно этот очень понравился, он пахнет такой свежестью, знаете, только что вышел из душа. Аромат совершенно ненавязчивый, и чем он мне все-таки понравился? После него реально, девочки, неохота наносить крем, потому что кожа настолько увлажненная после этого продукта, что у тебя реально не возникает ощущения сухости, стянутости, как это обычно бывает у меня со всеми моими мицеллярками. Я пользовалась и Горне, и Лореаль, и сейчас у меня вот на полочке стоит виши, которая до сих пор полная, потому что она ужасно стягивает кожу мне. Я обладательница сухой кожи, и мне чистая линия подходит на 100-200%, я обожаю эту мицеллярку. Продолжая тему чистой линии, сколько вы, наверное, уже наслышаны, чистая линия прислала мне на обзор кучу продукции, но она не прислала мне вот этот продукт, этот продукт я купила самостоятельно, потому что мне нужно было что-то для волос, я обожаю чем-нибудь побрызгать волосы, чтобы волосы были более напитаны и увлажнены. Я решила, опять же, попробовать чистая линия, это ухаживающий фитоотвар для волос, и знаете, что я вам скажу, этот отвар, он ничего не делает с волосами абсолютно, он не дает какого-то супер блеска или сияния, он так не напитывает волосы, как другие, которыми я пользовалась, но он бесподобно пахнет, именно, сейчас скажу, крапива. Вообще люблю, когда волосы чем-то пахнут. Этот спрей можно наносить также на сухие, нечистые волосы, вот я помыла волосы вчера, то есть они у меня не первой свежести, но вот я побрызгала этим отваром, да, и пахну как будто бы только что с души вышло, я обожаю такой свежий аромат, написано для ослабленных и ломких волос, но не знаю, я им пользуюсь только как аромат для волос. Еще что я успела попробовать этим летом, но попробовала буквально чуть-чуть, потому что я купила где-то его 3-2 недели назад, это Fix Plus, знаменитый фиксатор макияжа от MAC, я наношу его и перед нанесением макияжа, и после, и это вообще супер, не знаю, мне так понравилось это делать, что я прям из-за него даже краситься захотелось. Он очень классно закрепляет макияж, у него обалденный аромат, тоже такой ненавязчивый, легкий, летний, и мне вообще нравится брызгать что-то на свое лицо и на свои волосы, не знаю, у меня какая-то просто мания, до этого я пользовалась различными термальными водами, но термалка, говорят, забивает поры, если ее наносить поверх макияжа, и поэтому попробовать Fix Plus, и пока что я абсолютно довольна. У меня часто бывает так, что какие-то ароматы ассоциируются с временем года, либо с каким-то ярким событием, так вот, вот этот аромат Jo Malone Blackberry & Bay у меня ассоциируется с летом 2017, потому что я не знаю, почему у меня рука постоянно тянулась, именно к этому аромату у меня есть и другие ароматы, чтобы вы знали. Вообще такие ароматы, которые, они, по-моему, называются селективные, они очень сильно завораживают, в них столько всего сложного, я даже объяснить не могу, что после того, как пробуешь такие ароматы, люксовые ароматы кажутся очень плоскими, неинтересными, я даже не могу это объяснить, но если вы пользуетесь нелюксовыми ароматами, которые не представлены по-французскому, Don, Mimmon, Mi и так далее, то вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. И я вот закончила его, здесь уже ничего нету, все лето им пользовалась, купила я давно их, мне подарили их в прошлом году еще, но почему-то сразу они меня не зацепили. Дело в том, что они очень нестойкие, и в этом их проблема. Но на лето, мне кажется, там самое то, тем более здесь у меня маленький флакончик, он помещается в сумку, и так как он нестойкий, в течение дня можно постоянно-постоянно брызгаться, и все будет хорошо. Что еще этим летом прям мне запало в душу, так это топы из плотной ткани и с тонкими бретелями. Этот топ понравился девчонкам в моем прошлом видео. Знаете, в чем его фишка? Фишка его в том, что он на тонких-тонких бретельках. И мне нравится эта такая женственность и романтичность, что под него я не надеваю лифчик. В нем абсолютно не жарко, еще если ты не надеваешь в плюс 40 лифчик, это вообще супер. В нем ничего абсолютно не просвечивается, потому что у него очень плотная ткань. И в эти жаркие-жаркие дни, когда было реально плюс 40 у нас в ламуты, я его надевала каждый божий день. Также он отлично смотрится как с вечерними отфитами, так и с шортами просто. Я из него, честно говоря, этим летом вообще не влазила. Для меня не носить лифчик это вообще супер. Но это вам по секрету говорю. В этом топе, кстати, ничего не заметно. Я сколько была в нем на камеру без нижнего белья, никто ничего не заметил, не сказал. Поэтому вот такой лайфхак. Если вы хотите не носить нижнее белье, то нужно топ покупать из такой плотной ткани. Но в этой плотной ткани, кстати, не жарко. Вот в чем ее плюс. Теперь идем к книжкам. Много книг этим летом я прочитала, в том числе прослушала множество аудиокниг в машине. Но хочу вам посоветовать именно эту книгу, потому что она как раз относится к моему хобби. Это книга Николая Соболева и двух его друзей. YouTube. Путь к успеху. Какую камеру выбрать, какой микрофон, как работать со звуком, как научиться монтировать. Для тех, кто только хочет начать свой путь на YouTube, да, и не знает, с чего начать, эта книга просто будет настольной книгой. Я ее очень рекомендую. Заказала ее на сайте flip.kz. В ней очень много разного и по контенту, и по вообще политике YouTube, и по правилам YouTube. В общем, все о YouTube вдоль и поперек изложено. Я очень много подчеркнула информации из этой книги и очень много нового узнала. Из сериалов и фильмов этим летом, естественно, все вокруг заражены Игрой Престолов. Я смотрела только Игру Престолов, жду каждую серию, как и все, очень переживаю. Есть люди, которые не понимают Игру Престолов и говорят, блин, как ты это смотришь? Я посмотрела первую серию, это вообще безобразие, это вообще неинтересно, о чем это. Но, ребят, если вы посмотрите дальше, то вас может затянуть. Я посмотрела первую серию, еще давно мне моя сестра посоветовала, и мне не понравилось, я не стала смотреть. Потом спустя какое-то время она говорит, посмотри, посмотри, хотя бы первый сезон. Я посмотрела, и я потела. Что я заметила, этот сериал смотрят те, кто когда-то любил такие фильмы, как Гарри Поттер или Властелин колец, потому что в них есть магия, в них есть вот это все, дворцы, драконы. Поэтому, если вы фанатели когда-либо от таких фильмов, то вам понравится. Самое удивительное, что мой муж никогда не смотрел ни Гарри Поттера, ни Властелина колец, и он тоже смотрит Игру Престолов. И если раньше он ждал меня, чтобы мы вместе посмотрели, сейчас он без меня смотрит первый. Еще не могу не сказать про один фаворит до этого лета. Это еда, и это авокадо. Я попробовала авокадо где-то в феврале, в Куал-Лумпуре. Мы зашли в мексиканский ресторанчик и заказали буррито, по-моему, и гуакамоле. Впервые попробовала авокадо, и, девчонки, я подсела. И всякий раз, когда мы на зеленом базаре, мы всегда покупаем авокадо, и я прям ложками его ем. Я знаю, он очень жирный, но он безумно вкусный. Особенно, если на тост его намазать из утречка с чаем. Мой муж вообще не понимает этот авокадо, он не понимает, как я его ем, но мне безумно нравится. Теперь, когда мы где-нибудь обедаем в ресторане или еще где-нибудь, я обязательно ищу какое-нибудь блюдо с авокадо и наслаждаюсь. Сталка у нас в Алма-Ате, не продаются авокадо на каждом шагу, потому что в супермаркетах они обычно очень твердые. И да, это были все мои любимчики этого лета. Если вам понравилось это видео, то поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, также подписывайтесь на канал Айжан. Я вас всех целую, всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok